Булат Кадирбаев студент автодорожного колледжа. Сегодня он со своими сверстниками пришел сдавать кровь. Булат делает это впервые. Парень немного волнуется. Тем более, что в его семье родные и близкие никогда не сдавали кровь. Я вот сдаю кровь первый раз, вот волнуюсь немножко, но думаю, что моя кровь принесет кому-то пользу, здоровье, вклад. Так что первый раз сейчас, не знаю, что получится. Но думаю, все хорошо будет. Вместе с Булатом сдать кровь сегодня пришли еще около 40 студентов и членов партии Нуратан. После регистрации и заполнения анкет каждый из них сделал свой вклад в запасы центра крови. Донорство – это благородное дело, и поэтому и партия Нуратан отозвалась, молодежное крыло, потому что это не только благородно, но еще и полезно для каждого человека. Сам Евгений Вильямс сдает кровь на протяжении нескольких лет. Для лучшего качества крови Евгений даже соблюдает особые указания врачей. Не употребляет жирную пищу. Как говорит постоянный донор, за время его опыта по сдаче крови в условиях обслуживания клиентов многое что изменилось. Я сам более семи лет сдаю кровь, являюсь постоянным донором. Мне очень приятно, что центр крови переехал в новое здание, где новое оборудование стоит, и время, которое тратится на забор крови, уже сокращается намного на все эти процедуры. Попробовать стать донором сегодня может каждый, говорят, в областном центре крови. В Кустанае много предприятий и учебных заведений, которые являются постоянными участниками подобных акций, благодаря чему резервный запас центра постоянно обновляется. Организаторами акций чаще всего являемся мы сами, но бывают ситуации, когда какие-то организации, предприятия, общественные, партии и так далее, тоже являются инициаторами акций, сами являются инициаторами акций. Вот в данном случае Нур-Атан. К тому же сегодня центр крови поддерживает связь с городскими и областными больницами Кустаная. Те, в свою очередь, ведут точный учет доноров и пациентов, которым понадобилась кровь. После сбора информации специалисты центра крови отправляют СМС со словами благодарности своим постоянным донорам. Такое сообщение на днях получил Евгений Вильямс. Как он говорит, часто перечитывает СМС, и это побуждает его в очередной раз, возможно, спасти чью-то жизнь. Александр Калинин, Надежда Кадыкина, РТН.